Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Говорит и показывает Синирный Центр Нейно, Брит-Ура, из города-герой Йоушалайма, в широком смысле этого слова. Сегодня у нас 23-я Иоанна, 5-7-8-1. Мы продолжаем обсуждать Рамбома, что он говорит по поводу... Я вижу, это двух себя, это забавно. По поводу идолопоклонства. В прошлый раз мы говорили с вами о принципиальном его определении и, естественно, об истории. Рамбома рассказал нам очень важную, интересную историю, откуда все это взялось и как это произошло. А сегодня он уже больше переходит к самой уже конкретике. То есть, что именно считается идолопоклонством, что именно запрещено, сколько, как, каким образом. Надо сказать, что здесь Рамбом имеет в виду, естественно, это Аллаха для Израиля, для евреев, но мы видим с вами, что Рамбом пишет, что все то, что... Все то идолопоклонство, которое запрещено евреям, запрещено ибнайно. То есть, здесь разницы нету, поэтому здесь правила общие. Ну, прежде всего, сделаем лыхае. Прежде всего, я напомню определение. Должно быть, прежде всего, ясное определение. Рамбом говорит, что главное в запрете того, что называется Авудазара, вы знаете, идолопоклонство на еврите называется Авудазара, это запрет служению кому-либо или чему-либо из каких-либо созданий. То есть, служение, легитимное служение, единственное легитимное служение для людей, служение самому Творцу, который создал весь мир, управляет им. И поэтому категорически запрещается обращение служения кому-либо или чему-либо из созданий в этом мире, будь то люди, будь то ангелы, будь то планеты, будь то животные, будь то предки, кто угодно, будь то живые, будь то мертвые, все что угодно, всякое обращение и служение кому-либо, кроме самого лично Творца, оно категорически запрещается и называется Авудазара. Это прежде всего, чтобы у нас было четкое определение. Сейчас Рамбам, прежде всего, опять же, он говорит нам, что вот этот вот, понятно, что в Торе есть миллион всяких запретов, плохих вещей, но вот это идолопоклонство Авудазара явно выделяется, поскольку является главным, потому что в конце концов, если мы возьмем квинтэссенцию всей Торы, то она направлена на то, чтобы обеспечить ультимативное обращение человека, близость человека к Творцу, к Творцу и служение Творцу и больше никого. Поэтому все попытки и все стили, и все нюансы, все то, что обращается к кому-либо или к чему-либо другому, они не просто являются еще одним отдельным нарушением в Торе, а это, в общем-то, вся Тора. То есть, если человек говорит, мне вот заповеди Тору очень нравятся, единственная проблема с абсолютным запретом и глупаковством, то это означает, что он просто ничего не сказал, потому что он не понял, что вся Тора является главным образом борьбой с этим. И если этого он не понял или не принял, то все остальное лишается смысла. И наоборот, в момент, когда человек отказывается, отказывается служить или признавать объектом служения какого-либо или что-либо из созданий, в этот момент он, можно сказать, в принципиальном смысле, можно сказать, принял на себя всю Тору. Потому что вся Тора, она именно в этом и заключается, в конце концов, и в этом ее направлении. Поэтому это такая заповедь, которая действительно по своему значению, можно сказать, если можно было бы это взвесить, то она, наверное, весила бы, как и вся остальная Тора, поскольку, в конце концов, вся остальная Тора направлена на реализацию этого. Теперь давайте посмотрим более конкретные вещи. Рамам начинает детализацию. Он говорит, смотри, служители идолопоклонства, идолопоклонники, у них существуют различные, разнообразные виды служения. И у каждого свое служение. Например, нам приводят пример Астанаха, мы тоже будем приводить пример Астанаха. Он говорит, смотри, например, мы с вами видим, Тори упоминается в истории с муавитянками, мамой и митянками на берегу Иордана. Это очень неприятная история в книге Бамидбар и с Беламом там была. И ты видишь, там упоминается очень распространенный и очень странный, надо сказать, на взгляд современного человека, но популярнейший культ. Это культ Пеора, Бааль Пеора. Что такое, в чем состоял этот культ? Это когда люди, извините, испражнялись в сторону вот этого Пеора, вот этого изображения или идола Пеора. Я не знаю, как он точно выглядел. Но вы представляете себе, в этом состояло служение ему. То есть вполне возможно, потому что люди могут подумать, ну какое здесь служение? Да, это же не служение, а унижение. Да, но для него, для Пеора, в этом-то и состояло служение. Или, например, он приводит пример Маркулиса. Маркулис – это так наши мудрецы исказили римское название Меркурий. А, Меркуриус – это божество торговли, торговых дорог и так далее. Как ему служили гоморописы, это очень забавно. С нашей точки зрения все забавно, с нашей точки зрения очень серьезно. Как служили этому Маркулису Меркурию? Очень просто. Необходимо было, служение, вернее, состояло в том, чтобы бросить в сторону изображения или какого-то символа этого Маркулиса камни. Представляете себе, культовое бросание камней. И обычно они стояли на разного рода перекрестках торговых дорог. И поэтому, если ты там, можно точно описывать, как они стояли в определенном порядке. То есть, не просто камень. Но если кто-то знает или видит, что вот это вот Маркулис, это вот этот вид идолопоклонства. И берет и специальным образом, как они делают, бросают туда камень. А с таким образом он служит этому Маркулису Меркуриусу. И таким образом это служение. Поэтому, говорит Рамбам, есть очень много разных культов. И в каждом культе есть свои способы служения. Поэтому, если человек в отношении этого Пеора сделал то, что положено делать по их понятиям, то есть, он испражняется, в этом состоит его культовые действия. Это Аводазара, это идолопоклонство. И если он бросил камень в сторону этого Маркулиса Меркуриуса, то тогда и там это идолопоклонство, служение Аводазара. И это то, что категорически запрещается. Теперь, если человек бросил камень в Пеора, в этом нет никакого служения. Если человек, извините, испражнился перед Маркулисом, в этом, наверное, будет унижение. Понимаете? То есть, говорит Рамбам, надо знать, что в каждой конкретной Аводе запрещается, чтобы знать, что именно здесь запрещено. И если человек совершает культовые действия именно в соответствии с правилами вот этой Аводазары, тогда он нарушает. А если он делает какое-то другое действие, то он не нарушает. Поэтому надо знать в каждом. Для того, чтобы эти вещи обсуждать, понимать, необходимо знать, какие именно действия предусматриваются в данном служении. И действительно, человек должен знать. Если он идет по дороге, видит камни и кидает, он даже не догадывается, что в этом-то и есть служение этому Маркулису. Например. Теперь это в отношении специфики. В отношении специфики. И поэтому Рамбам повторяет. Тот, кто испражнил себя Маркулису в этом, ничего не нарушил. Тот, кто бросил камень в Пеора, тоже ничего не нарушил. И так далее. То есть, каждый раз необходимо смотреть, какой именно путь служения культа есть. И если человек сделал так, как положено, по их понятиям, тогда он совершил вот это нарушение. Но, говорит Рамбам, ты не думай, что запрет характерен, запрет распространяется только на то, что является спецификой данного культа. Нет, Рамбам, есть вещи, которые запрещены в любом культе. И какие это вещи, он их перечисляет. Это распластание, распластывание, зарезание, то есть зарезание жертв животных, воскурение и возлияние. И здесь нужно разъяснить, о чем идет речь. То, что на Еврите называется Миштахаве, Миштахавая. Что такое Миштахавая? Это почему, вернее, я сразу даю вам определение, на чем здесь Рамбам основывается, какое правило. Понятно, он сам его выдумал. В Тальмуде оно разъясняется. Четыре вида служения этих, они являются основой служения Всевышнему в храме, в Бет-Мигдаше. Там мы распластываемся, там мы зарезаем жертвы, там мы воскуриваем и там мы возливаем, возлияем. Не знаю, как правильно. То есть эти четыре вида действий являются фундаментальными основами служения, культового служения. И здесь уже специфика того или иного культа не важна. Поэтому, если человек даже не сделал то, что полагается по специфике того или иного культа, но он сделал одно из этих действий. Если человек распластался, зарезал животных, воскурил, воскурение какое-либо и возлил какой-либо напиток, обычно это делается вино или даже вода, между прочим, на жертвы вода возливается, но обычно это вино, то тогда он нарушил запрет идлопоклонства, даже если эти вещи не являются характерной особенностью именно данного культа, поскольку они являются основными, главными элементами любого служения. Мы увидим, чуть дальше он это разъяснит. Поэтому привожу опять же пример с нашими примерами. Допустим, человек не бросил камень в этого Маркулиса, но принес ему жертву или воскурил какое-то воскурение, или вылил ему вино, или распластался перед ним. В любом случае он нарушил, хотя, собственно, характерной особенностью служения Маркулису эти вещи не являются, но они являются универсальными основами любого культа, любого служения. Это нечто основное. И, к примеру, он приводит послух из книги Шмот, то есть зарезающий жертвы для илухим, то есть для разных сил, он будет ехурам. Слово ехурам означает уничтожен, кроме как для одного ашем. То есть мы служим только единому Творцу, имя которого и только ему мы служим. И если человек приносит такого рода жертвы кому-либо или чему-нибудь другому, это является грубейшим нарушением запрета идолопоклонства. Или, например, в книге Шмот написано «Не распластывайся перед чужим эльфи и чужим богом». То есть мы видим, что эти вещи постоянно упоминаются не просто в контексте, что вот именно это распластывание запрещено или зарезание, а это как бы собирательный образ всякого служения, потому что вещь эта универсальная и распространенная. Поэтому еще раз хочу сказать, кроме той специфики, которая есть у каждого этого идолопоклонского культа, запрещены еще и вот эти общие основные фундаментальные способы служения. Я еще раз повторю, распластывание, включая, кстати, не просто распластывание, которое было в Бетмигдаше, это когда человек распластывается вот по полу, но здесь включается и поклонение, то есть когда человек кланяется, знаете, сгибается перед каким-либо культом, мы все это с вами еще увидим. Зарезание, имеется зарезание животных, жертв, воскурение – это какое-либо воскурение, какой-либо смеси благовоний, любой, и возлияние – это какие-либо напитки. Повторяю, в храме там даже была вода, но обычно в идолопоклонских культах воду не возливают, обычно для этой цели используется вино. Вот эти вещи являются основными способами служения, и поэтому они запрещены в любом культе, несмотря на его отдельную специфику. Теперь Роман говорит, смотри, если человек… Ну да, я не буду приводить эти примеры, потому что они запутывают всякого рода. Я хочу, чтобы надо было четко-четко понимать. Теперь, кроме этого, это еще не все. Дело в том, что само принятие какого-либо творения, какого-либо объекта, кого-либо или чего-либо в качестве божества, которому человек служит, само это уже является категорическим нарушением запрета идолопоклонства. Пишет Роман, принимающий на себя один из видов идолопоклонства в качестве божества, то есть неважно, будь то Маркулис, будь то Папа Карла, кто угодно, он уже нарушает этот запрет. И даже если он поставил кирпич и сказал ему, этот товарищ говорит кирпичу, что он его божество, даже этого разговора достаточно, чтобы он считался нарушителем. То есть не только конкретное какое-либо действие культовое, но и само принятие, сами слова, что человек провозглашает так или иначе, что он принимает этот объект в качестве божества, это является фундаментальным нарушением. С другой стороны, если человек, да, это мы уже говорили, не буду приводить эти примеры, теперь есть еще разного рода запреты, но они не являются такими основными, фундаментальными. Например, человек, который обнимает этот культ, от этого идола, или целует его, или он его моет, или подметает перед ним, уборку делает, всячески его там очищает и смазывает, одевает, и какую-то обувь ему одевают. И все, что похоже на это, то есть всякого рода оказания почета, какого-либо почета, это тоже запрещено, это объединяется словом то есть не служите им, и хотя это не является столь строгим нарушением, как вот, например, четыре вида служения плюс специфика этой аботезеры, тем не менее, это тоже запрещено. То есть есть разные категории запрещения, разные строгости, но всякого рода внимания, целования и так далее. Обратите внимание, я вам приведу пример из книги Шофтим, когда был такой Гидон, Гидон, судья Израиля, Ашем сказал ему, ты спасешь Израиль от медьянцев и прочих захватчиков, и Гидон созвал себе десять тысяч добровольцев. А Ашем сказал Гидону, ты знаешь, что-то многовато будет, да, там против него огромная армия, там сто восемьдесят, сто семьдесят пять тысяч врагов, а у него-то всего десять тысяч, Ашем говорит, ты знаешь, что-то многовато ты набрал. Давай-ка проведем экзамен и отсеем, да, отсеем людей, которые не подходят. Каким образом? А он говорит, а ты подведи их к воде, там была, видимо, какая-то речушка в Иральевской долине, и посмотри, как они будут пить. Будут люди, которые, а ведь как человек может пить, да, вот он вошел в воду, как я могу пить? Здесь два способа. Или же я встану на колени на берегу реки и наклонюсь к воде и буду как-то пить. А есть другая возможность войти в воду и как бы лакать эту воду языком, там он сказал, похожа на собак. Он их вовел в воду, они там полакали, попили, и оказалось, что только 300 человек не встали на колени. И так дальше я ему сказал, вот эти 300 человек, которые не встали на колени, чтобы пить, а просто лакали, как это делают собаки языком, вот их возьми, а эти, сколько там осталось, 9700, вы представляете себе, отправь домой. Пусть идут домой и занимаются своей жизнью. То есть 300 человек только остались. Почему? Потому что этот экзамен был экзаменом на то, кто из них привык служить Баалю. А как служили Баалю, это канонейское божество, главное и популярнейшее, которое отвечало за погоду. Да, это нечто вроде греческого Зевса. Ему служили путем вставания на колени и целовали его. И поэтому Ашан сказал, Гидон, вот ты вот проведи такой эксперимент, упражнение такое, посмотрим, кто из них не встанет на колени. И только 300 человек не встало на колени, и это означало, что у них нет этой унизительной рабской привычки. Понимаете? Нет этого. И, кстати, обратите внимание, что действительно в храме, в бетамикдаше, у нас такой позы нету, никто не встает на колени. У нас есть то, что называется иштахавая. Что такое иштахавая, когда я распластываюсь полностью вот на этом, не знаю, бетонном, каменном полу, полное распластание рук, ног и тела. И таким образом человек как бы возвращается к своему источнику, к нулю. Но, обратите внимание, в этом нет унижения. А поза, когда человек стоит на колени, это поза унизительная. Причем интересно, а вы спросите, а как же можно распластаться так, чтобы не встать на колени перед этим? Интересно, что это тоже интересная вещь. Есть разные вроде объяснения, как они это делали бочком, бочком, бочком как-то как ложились. То есть делали это всячески, чтобы избежать вот эту позу на коленях. Когда человек стоит на коленях и целует вот этого вот этого идола, это и есть та самая поза, которая была у них от Бааля. И она, естественно, была абсолютно негодилась для людей, которые вышли на освобождение от этих иностранных захватчиков. Это интересно. то есть, когда мы приходим в Бетимикдаш, в храм, мы встречаемся с Творцом, но мы не унижаемся, потому что встреча с Творцом, она наоборот наполняет человека значением, смыслом и свободой. Теперь давайте посмотрим, что здесь происходит у нас дальше. Например, прямо здесь приводят интересные, любопытные примеры. Вот это он взял тоже из Тагмуда. Он говорит, смотри, вот человек, а вы знаете, что гомора, она описывает реальность, реальность, в которой жили наши мудрецы, реальность второго храма или после второго храма. Это реальность такая римско-греческая эллинистическая. Например, на каждом шагу стоят всякие рода статуи, всякие божественные или, например, баня. Ты идешь в баню общественную римскую, а там посередине стоит какая-нибудь очередная богиня и так далее. Поэтому возникают многие проблемы пользоваться, не пользоваться и как. Например, человек идет по городу и перед ним вот это очередное изображение зерной статуи Аводезер. А у него как раз заноза в ноге. Какая-то колючка ему теперь для того, чтобы колючку эту вынуть из ноги нужно склониться. Весь Роман пишет, в таком случае ты не склоняйся вниз к ноге своей, потому что это будет выглядеть, как будто ты преклоняешься перед этой Аводезовой. Или же, например, у тебя раз и выпал кошелек и все деньги рассыпались по полу, по улице, а здесь как раз статуя Аводезеры, какой-нибудь там, я не знаю, Аполлон стоит. Что делать? Что делать? А говорит, для того, чтобы вынуть вот эту вот занозу, ты, говорит, сядь на землю и вынимай ее. Так же и монеты. А с монетами, сейчас я посмотрю, что он предлагает. Да, прежде всего садишься, человек садится на землю и собирает монеты или вынимает эту занозу, эту колючку. То есть он не делает того, о чем люди могли бы подумать, потому что важно не только то, что я делаю сознательно, но и то, что люди могут подумать. А люди могут подумать, что этот человек преклоняется перед этим идолом, а он только колючку хочет выдать, или у него там деньги рассыпались. Поэтому он говорит, садись, собирай деньги, садись, вынимай колючку, так, чтобы не было никаких недоразумений. Кстати, есть еще одна вещь, я не знаю, может быть, в Европе где-то это встречается, в их время было огромное количество уличных умывальников в греческом таком стиле, в греко-римском стиле, и у каждого была, знаете, не просто был умывальник, сегодня там кулеры подходишь и пьешь, а там это были такие изображения, как будто бы такая физиономия, и изо рта вот этой физиономии оттуда, значит, вода и вытекает. И получается, и получается, что если вот такой вот источник воды и такая вот поилка стоит перед каким-нибудь идолом, то человек не имеет права прилагаться своими устами и пить, потому что он выглядит как будто бы он ее целует. то есть эти вещи тоже имеют значение. Имеют значение не только то, что я делаю сознательно, я думаю делать, но и чтобы люди не подумали, что я делаю то, что я совсем не собирался делать, и это было, не подумали обо мне что-то предосудительное. Теперь вопрос, который нас интересует многих. это что касается изобразительного искусства. Изобразительного искусства. Здесь Рамбом пишет, что нельзя делать, создавать или рисовать фигуру, даже может быть не фигуру, а просто изображение человека, человека, чтобы люди не подумали, что я это сделал для того, чтобы служить ему. Иными словами, изображение человека запрещается. Кстати, почему изображение человека? Потому что человек использовался часто именно в качестве какого-либо культа. теперь а вы спросите, а что же получается, что есть полный запрет изображения человека в искусстве? Нет. здесь Рама подчеркивает, человек рисует какое-либо изображение для красоты, не для служения. Но если я хочу создать или нарисовать или вылепить я не знаю изображение человека, я могу это сделать единственное, что мне нужно позаботиться о том, чтобы какая-то мелочь была недоделана. То есть, чтобы это изображение не было абсолютно полным. То есть, чего-то там маленького хотя бы не хватало. Если чего-то маленького там не хватает, я не знаю, там какого-то уголка глаза или какой-то там брови или что-то еще. И, кстати, вы знаете, что он-то говорит про греческий искусство, в современном искусстве и не принято человека изображать с абсолютной фотографической анатомической похожестью, разумеется, сходством. И поэтому в любом случае в современном искусстве даже никакой формы практически уже не существует. Но если хочешь изобразить человека, изобрази. но только какую-нибудь мелочь оставь недоделанную. Иногда эта мелочь даже не видна невооруженным глазам. Но она должна быть, и тогда уже этой проблемы нет. Этой проблемы нет. теперь одну секундочку. Здесь он также говорит, что нельзя делать изображение луны, солнца, звезд и ангелов, потому потому что они тоже являются или являлись или являются предметом культа. То есть изображать можно все, в том числе и человека, но человека не до конца. Да и сегодня, когда мы изображаем луну, солнце и другие объекты, понятно, это делается не с точностью такой, чтобы это было объектом служения. Но в любом случае я хочу отметить, что главное здесь это изображение человека. Изображение человека можно, возможно, но не до конца. Сейчас я посмотрю в нашей книге Рава Шарки, книге Шухана Ругли и Нах, чтобы уточнить эти вещи еще раз. Чтобы у нас не было неясности. Я хочу добавить некоторые вещи, которые Рав Шарки здесь пишет уже конкретно, которые относятся к Ней-Нуах. Он пишет здесь, что не только и существует запрет служить кому-либо, кроме самого Творца, но и задействовать в служении Творцу кого-либо еще, то есть какое-то еще создание. Это тоже полностью запрещено и под этот запрет и попадает, например, христианство, которое говорит, мы служим Творцу и еще кому-то. Вот эта вещь тоже полностью запрещена, то есть мы служим не только Творцу, но и не только только Творцу, но и никому, никому, никому кроме него, ни с какими другими участиями, ни с какими другими участиями. И всякая вода зара, всякое поклонство, за которое Бедим наказывает евреев, то же самое, это касается Ибненов, здесь нету разницы, здесь нету разницы. И в категорию этого запрета попадает запрет служения человеку всеми перечисленными способами, даже если люди думают, что он не является одним из созданий, а сам Творец. Ну, понятно, что здесь Раф явно намекает на христианскую веру. Еще раз я хочу посмотреть, какие вещи запрещены. Да, вот видите, поклонение, распластывание, зарезание животных, а сжигание жертвы или воскурение и подобные вещи и возлияние напитков. Понятно, и что здесь еще раз Раф подчеркивает, буквально от слова Рамбама, что само принятие кого-либо или чего-либо кроме единого Творца в качестве Божества является уже категорическим нарушением запрета идолопоклонства. И еще раз напоминаю, надеюсь, что я вас не запутал, что в отношении служения, какие виды там есть, кроме вот этих базисных видов, которые мы перечислили, то есть поклонение, воскурение, жертвоприношение, возлияние, есть также специфические вещи, которые характерны для того или иного культа. Опять же приведу пример этот неприятно пахнущий ПОР, вот там такая туалетная работа, потому что в другом месте такое никто и не посчитает служением, наоборот, унижением, но вот у ПОРа это считается его такая настоящая работа, служение, у Маркулиса вот эти камни, поэтому здесь надо точно понимать, кто и что и как делают. Итак, четыре главных вида принятия в качестве божества и вот эти специфические вещи, которые касаются такого специфического идолопоклонства. Я вижу, что здесь Равшарки привел еще одну вещь, о которой мы с вами не говорили, Рамбов не упоминает, что запрещена также специальная форма стрижки, которая принята у идолопоклонников, если она есть. В древности были такие стрижки и также запрещено любое нанесение ущерба человеческому телу, как, например, татуировка или человек специально делает лысину на своей голове или специально делает царапину, человек себя мечом царапает в знак скорби. знак скорби. Вот здесь Раф пишет тоже, что запрещено изображение или даже изваяние человека в полной форме для красоты и если в полной форме для красоты, то есть, если немножечко неполное, то в этом нет проблемы, в любом месте, это вопрос, который может возникнуть, в любом случае не запрета заходить в те места, где вот эти вот изваяния бывших идолов выставлены для красоты. Понятно, что Раф имеет в виду всякого рода музей. Ты приходишь, там Аполлон, стоит там этот, нет в этом запрета, потому что эти вещи сделаны ради искусства, если человек приходит в музей какой-нибудь там античный, то в этом нет проблем, он может ходить, смотреть и любоваться. Этим в качестве предмета искусства разумеется. Разумеется. Я думаю, что здесь это все, что я хотел сказать сегодня и, как всегда, ваши вопросы. Пожалуйста. Равьона, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, почему не упомянута мысленная молитва? Это ведь, казалось бы, самая распространенная вещь. Молитва. Смотрите, молитва здесь не упомянута, это совершенно верно. Я думаю, что молитва здесь тоже входит. Вы правы, поскольку она является видом служения. Видом служения и в какой-то степени она равнозначно жертвоприношение. Вы правы, вы правы, разумеется. Разумеется. Более того, смотрите, что такое молитва? Молитва – это обращение к божеству с просьбой такой-то. Рамбом сказал нам, что уже само принятие, то есть сейчас говорить этому Маркулису, что он его божество, он принимает его и так далее, в этом уже состоит запрет. А молитва это уже после того, как он признал его божество. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот я так понял, если может быть вообще запрещено все, что заповедано Богом, то, что входит в храм его богослужения. То есть там же тоже распластываются люди, одят, святая, святые. Вот это. Обратите внимание, обратите внимание, там четкие ограничения, то есть распластывание вот этого поклонения, включая поклонения, жертвоприношения, то есть приношение животных к жертву, воскурение каких-либо вот этих благовоний и возлияние напитков. Это то, что там перечислено. Понятно. Вот еще Равмам говорит, что там перед каким-то идолом нельзя склоняться, чтобы не было похоже это действие на его почитание. но важно ли тут, что мне, допустим, занозу неудобно доставать каким-то другим способом, важно ли мое намерение достать занозу, а не поклоняться при этом. Понятно, а про это Равмам и говорит. Равмам не говорит, что я хочу поклоняться ему. Равмам говорит, ты хочешь достать занозу, но люди могут подумать, что я перед ним поклоняюсь. Поэтому нужно или присесть, или отойти, или как-то сделать так, чтобы это не выглядело. Не потому, что я что-то неправильно делаю, а потому, что люди могут подумать обо мне, что я его поклоняюсь. Тут видите, проблема в чем, на мой взгляд, очень много сейчас в мире всяких аводозара. И все практически невозможно изучить, все эти действия поклонения, неважно, неизвестно, куда ты попадешь и кто что подумает по этому поводу. Например, если я иду мимо православного храма, кто-то может подумать обо мне, а вот христианин прошел и не знает, как нужно пройти мимо него. То есть, обо мне подумали уже как о христианине. Смотрите, понятно, что нет этому границы. Не, мы говорим про то, что если человек просто проходит мимо какой-либо церкви вместо культа, и это улица, которая просто в середине города, и люди могут идти туда и сюда, никто не подумает, что он специфически идет туда. Если здесь действительно некуда больше идти, и вот это место, куда только и может идти человек, тогда действительно. Но если здесь ходят автобусы, троллейбусы, и люди ходят туда-сюда, то что человек прошел, ничего не означает. Ну, запрет поклонения всякой твари всему сотворенному, что Бог сотворил. Кстати, христианство в православии знает точно, что они не поклоняются творцу, их позиционируют якобы как аврамическая религия, на самом деле они поклоняются Богу в троице, то есть это какой-то Бог, это чушь собачья. Это и есть, то есть они вместе с творцом служат кому-то еще. Нет, не творцу они не служат, они служат троице, а лукаво называют его одним. Да, короче, там большая проблема. Да, причем когда поклоняются этим своим святым, они говорят, мы поклоняемся про образу, якобы в этих хороших качествах мы поклоняемся, ну, тоже чушь собачья, конечно, у них. Мы служим только одному единому творцу и никому и ничему больше. Ни живым, ни мертвым, ни хорошим, ни плохим, никаким. Ни животным. Жить становится гораздо проще, между прочим. Да, то есть, если не усложнять, просто... Если не усложнять, она гораздо проще, вы правы. Ну, я к тому, что, может быть, тут вспомнить, что Бог там сказал в Торе, что заповедь, которую он дал, она недалеко, она близко, при устаре, сердце. Совершенно верно. Когда начинает, говорить, допустим, с христианами диалог идет, вот у меня было такое, а ты не понимаешь, вот часто говорят, особенно, когда ты в этом, во всем ихнем, ты христианин, ты не понимаешь, тебе это еще не дано и так далее. Они начинают заморачивать тебе голову вот всякими этими штуками. Я говорю, а так Бог, ведь он не затейник, он не репусы пришел загадывать, он дал конкретно определенные заповеди, которые и разъяснил, как их делать, как исполнять. Если вы говорите мне троицу поклониться, так ты объясни, они как дети придумали чушь собачью и сами объяснить не могут и говорят, что я этого не понимаю. То есть, Бог не дал ничего того, чтобы человек не мог понять, как он в состоянии не находился, в высоком, духовном или в низком. Всем понятно все. Это дано для людей, для нормальных, для простых людей, не для каких-то интеллектуалов завороченных. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть у нас еще какие-то вопросы и предложения? Добрый, добрый. У меня небольшой вопрос. Скажите, пожалуйста, содержание сувениров символикой года по китайскому календарю в доме, налепливание их везде, на зеркалах, расставливание на столах, это является поклонством или нет? Смотрите, тут надо выяснять специфику. Выяснять специфику. Если эти вещи являются принятым официальным культом в Китае, я не знаю, насколько там сегодня какие-то культы, кроме коммунизма, есть, но, допустим, если это какой-то действующий культ, тогда в этом есть проблема. А ежели это просто какие-то сувениры для туристов из нашего китайского далекого прошлого, недействующего, то это нет проблем. Или, например, там люди ездят в какую-нибудь среднюю, центральную, южную Америку или в Африку, и там всякие сувениры продают. А если это просто сувенир, ничего действующего в нем нет. Но если это конкретный предмет действующего культа, в этом есть проблема. Поэтому нужно выяснить, и придают ли этому в Китае какую-либо культовую, какое-либо культовое значение, тогда есть проблема. А если они просто это для туристов делают, так нет, конечно. Все, спасибо. Пожалуйста. Иона, у меня вопрос. Да. Хотела спросить, а как насчет кладбищ, посещения кладбища христианского? Например, родители умерли, да, и надо туда пойти, и, например, моя мама хотела, чтобы на памятнике был Христос, и она положила на камень его, в смысле прикрепила, попросила, чтобы прикрепили, а там папа похоронен, и сейчас уже и мама. Вот как в этом случится? В чем вопрос? Вопрос в том, вот посещение кладбища, когда тебе надо там что-то убрать. То, что на могиле изображены всякие культовые изображения, не делает посещение этой могилы запрещено. А если убираешь ты там, например, там надо подмести, надо что-то убрать, сделать, там какие-то цветы завяли, или еще что-то. Да, но вы это делаете для могилы. Да. А для могилы без этого. Мало ли чего там на могиле изображено. Вот здесь могила моих родителей, и я стараюсь соблюдать здесь это самое. Если человек приходит и специально там вокруг культовое изображение там цветочки ставит, или чистит, или моет, или гладит, понятно, что он уделяет внимание. Но если человек приходит на могилу родителей и чистит, и моет, и так далее, и содержит ее в порядке, в этом нет такой проблемы. И, например, там говорить кедуш тоже нормально тогда. Кадиш? Да, то есть кадиш, да. Смотрите, кадиш в любом случае говорится Миньяне, поэтому... А, понятно. А молитва за умершего? Молитву можете говорить, нет проблем. Только когда вы молитесь, старайтесь не смотреть на это изображение. А, Или чтобы люди не подумали, понимаете? Может, поглядите в другую сторону или назад, чтобы люди не подумали, что вы молитесь. Понятно. И еще такой вопрос. Вот, например, может ли быть слишком большая любовь к кому-то или к чему-то, как идолопоклонство, например? Смотрите, все зависит от температуры, что называется. Понятно, что мы все любим своих близких, и это хорошо и правильно, но мы же не приносим им жертвы, не воскуриваем и так далее. Не молимся им. Например, мог бы быть такая проблема психологическая, например, родители. Есть люди, которые очень любят своих родителей, и родители умирают. И у человека есть вот такое желание обращаться к ним после смерти. Вот тут надо быть осторожным. Понятно. Значит, обращаться после смерти к родителям не рекомендуется. Да, это вещь такая, знаете, пограничная. Пограничная. Можно сказать, мы молимся Всевышнего, чтобы он наших родителей там хорошее место положил, поставил и так далее. Это да. Но не обращаться к ним, потому что здесь уже начинается такая скользкая вещь, которая может перейти в служение мертвым. мертвые. Ясно. А вот я слышала, что души мертвых возвращаются на землю в день годовщины. Да. Это всех или только евреев? Ой, спросите что-нибудь попроще. Не знаю. Наверное, это надо спросить у специалистов. Я не специалист в области душ, но да, у нас есть такая традиция. У нас есть такая традиция. И вот здесь действительно надо быть очень осторожным, потому что люди приходят на кладбище и могут обращаться, спросить у кого-нибудь действительно более знающего. Я не хочу говорить то, что я точно не знаю. Понятно. Спасибо вам большое. И большой привет Дганит. Ага, Дганит. я шла Дреша Чалом. Дганит здесь и она счастью. Дреша Чалом мусри влах. Добрый привет Дганит. Ирина говорит туда раба. Спасибо. Спасибо. Окей, есть у нас еще вопросы? Ирина, Дганит. Так я делаю машину. Выседа. Есть у нас еще какие-то вопросы? Вопрос. Добрый вечер. Да. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать культовое сооружение, собор, церковь и так далее, как интерьер этого помещения, этого собора, скажем, начиная от собора Парижской Балгаматери, Миланский собор, Домский собор, как интерьер его, как произведение искусства, то есть, можно ли туда входить и, так сказать, как в музей? И второе, если в этом соборе проходят концерты, можно ли их посещать? И считается ли это Абудазара? И смотрите, здесь есть разница между тем, что запрещено мне, и тем, что запрещено вам, мне нельзя входить в церковь и любоваться интерьерами, концертами, для Абнайнов такого запрета нет. А для евреев есть? Для евреев есть. Для евреев это запрет. Для евреев это запрет. Ну, поскольку я отношусь к евреям, значит, как вам... Тут уже каждый решает, где он находится. Для евреев это запрещено, для Абнайнов они могут посещать и смотреть и так далее. Я не скажу, что это что-то очень хорошее и важное и какая-то митцва, но запрета здесь официального нет. Абнайнов он сообщается с людьми и потом это зараза распространяется на других. Это хуже, любая эпидемия. Не стоит туда ходить в любом случае. Что бы там ни было. как действующего при том, что если это действует все, там какие-то богослужения проходят и так далее. Если это какой-то, допустим, я знаю, древний храм канонейской эпохи, например, когда вы посещаете Энгеди, место, заповедник, там есть какие-то развалины древнего канонейского храма. Понятно, что он давно не действующий, канонейцев нет и никакого культа нет, там мы гуляем спокойно, там любоваться особенно нечем, какие-то развалины камни. Но если тот культ ушел и действующий, его давно отменили, то вообще никакой проблемы нет. И к тому времени, когда придет машинах, все эти сооружения будут в конечном итоге разрушены и любоваться особо не делают. Сделают капитальный ремонт. Есть у нас еще вопросы? Спасибо. Окей, появятся, пишите. А на сегодня мы здесь остановимся. Всем спасибо. Вам спасибо. В чате вопросы. А я не вижу. Ох, глаза мои глаза. Скажите, пожалуйста, в исламе есть культ кидания камней столбы и целования камня? Это хороший вопрос. Является ли Авода зарыта? С точки зрения Аллахи ислам не является идлоподлонством и то, что они там бросают камни и целуют и так далее, не является. Но Рамбом пишет, что вот эти обычаи у них пошли оттуда. Но сегодня, когда эти вещи они делают, они не имеют в виду ни Маркулис и ничего прочего. окей. Окей, тогда остановимся на сегодня здесь. Всего хорошего и до свидания. Всего доброго. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.